Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Книга пророка Серахова, третья глава, читает Василий Черепанов. Дети, послужайте меня, Отца, и поступайте так, чтобы вам спастись. Ибо Господь возвысил Отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями. Почитающий Отца очистится от грехов и уважающий Мать Свою, как приобретающий сокровища. Почитающий Отца и будет иметь радость от детей своих, и в день молитвы своей будет услышан. Уважающий Отца будет долгоденствовать и послушать... Закладку возьми вот эту белую и уведи. И послушный Господь успокоит Мать Свою, боящийся Господа, почтит Отца и как владыка послужит родившим Его. Делом и Словом почитай Отца Твоего и Мать, чтобы пришло на Тебя благословение от них. Ибо благословение Отца утверждает роды детей, а клятва Матери разрушает до основания. Не ищи славы без чести Отца Твоего, ибо не слава Тебе без чести Отца. Слава человека от чести Отца Его, и позор детям, Мать Бесславии, Сын! Прими Отца Твоего в старости Его, и не огорчай его в жизни его, хотя бы он и оскудил разумом. Имей нисхождение и не пренебрегай им и при полноте силы Твоей, ибо милосердие к Отцу не забыто, несмотря на грехи Твои, но благословение Твое умножится в день скорби Твоей. Вспомнится о Тебе, как лед от теплоты, разрешатся грехи Твои, оставляющие Отца то же, что богохульник, и проклят от Господа, раздражающие мать свою. Сын мой, веди дела Твои скротостью и будешь любим, благоугодным человеком. Сколько Ты велик, сколько смиряйся и найдешь благодать у Господа. Много высоких и славных, но тайны открываются смиренным, ибо велико могущество Господа, и Он смиренными прославляется. Через меру трудного для Тебя не ищи, и что с высшей сил Твоих того не испытывай, что заповедано Тебе, о том размышляй, ибо не нужно Тебе, что скрыто. При многих занятиях Твоих о лишнем не заботься. Тебе открыто очень много из человеческого знания, ибо многих вели в заблуждение их предположения. И лукавые мечты поколебали умных, ибо любит опасность. Тот, кто любит опасность, тот впадет в нее. Упорное сердце напоследок потерпит зло. Упорное сердце будет обременено скорбями, и грешник приложит грехи ко грехам. Испытание не служит врачевством для гордого, потому что злое растение укоренилось в нем. Сердце разумного обдумывает притчу, и внимательное ухо есть желание мудрого. Вода угасит пламень огня, и милостыня очистит грехи. Кто воздает за благодеяние, тот помышляет о будущем, и во время падения найдет опору. Сын мой, не отказывай пропитание нищему, не утомляй ожиданий мочей нуждающихся, не опечай души алчущей, и не огорчай человека в его скудости, не смущай сердце уже огорченного, и не откладывай подавать нуждающемуся, не отказывай внесенному, умоляющему о помощи, не отвращай лица твоего от нищего, не отвращай от просящего, не отвращай тебя от просящего, и не давай человеку повода заклинать тебя, ибо когда он в горести души своей будет проклинать тебя, сотворивши его, услышит моление его, в собрании старайся быть приятным и пред высшим наклоняй твою голову, ты уже четвертого читаешь голову ну посчитай да и все читай до пятой теперь и пред высшим наклоняй твою голову преклоняй ухо твое преклоняй ухо твое к нищему и отвечай ему ласково скротостью спасай обижаемого от руки обижающего и не будь малодушен когда судишь сиротом будь как отец и матери их вместо твое мужа не будешь как сын вышнего и он возлюбит тебя более нежели мать твоя премудрость возвышает сынов своих и поддерживает ищущих ее любящий ее любит жизнь и ищущие ее с раннего утра исполнятся радости и обладающие ее наследуют славу и куда бы ни пошел Господь благословит его служащие ей служат святому и любящих ее любит Господь послушные и ей будет судить народы и внимающие ей будет жить надежно то верится ей тот наследует ее и потомки его будут обладать ею ибо сначала она пойдет с ним путями извилистыми наведет на него страх и боязнь и будет мучить его своим водительством доколе не уверится в душе его и не искусит его своими уставами но потом она войдет к нему на прямом пути и обрадует его и откроет ему тайны свои если он обратится с пути она оставляет его и отдает его в руки нападения его наблюдай время и храни себя от зла и не постыдь и не постыдишься за душу твою есть стыд ведущий ко греху и есть слава и благодать не будь лицеприятен против души твоей а что такое не будь лицеприятен против души твоей не понимаешь лицеприятие это когда одного человека сейчас открою что такое лицеприятие не стыдись к вреду твоему не удерживай слово когда оно может помочь ибо славе познается мудрость и в речи языка знания не противоречь истине и стыдись твоего невежества не стыдись исповедовать грехи твои и не удерживай течение реки не подчиняйся человеку глупому и не смотри на сильного не подчиняйся человеку глупому и не смотри на сильного подвизайся за истину до смерти и Господь Бог поборет и Господь Бог поберет за тебя а что такое поберет поборет за тебя поборет 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 за тебя на удрение не там сделал не будь скор языком твоим и не ленив и ленив и не ленив не будь не будь скор языком твоим и ленив и не родив в делах твоих не будь как лев в доме твоем и подозрителен к домочадцам твоим да не будет рука твоя распростертою принятию и сжатою преданий как смысл понял как смысл понял смысл смысл ну слишком сюда смотри ну как как бы к драм не быть слишком ну как как бы жадно ну жадно а к чему надо быть жадно к слову божьим а сжатая рука не будет сжатой не будет сжатой причем при отдаянии то есть отдавать нужно охотно принимать неохотно так у тебя это происходит нет ты больше живешь на дармовсинку да тебе что дают ты быстрее хапаешь хапаешь а сам кому-нибудь помогаешь нет почему почему так какой у тебя вопрос то там был где ты прочитал что такое лицеприятие слово тебе непонятно не будь лицеприятен против души твоей что такое лицеприятие вот читай предпочтение предпочтение одного лица к другому предпочтение из-за родственных отношений личных связей выгоды предпочтение одного лица другому из-за родственных отношений личных связей или выгоды или выгоды или выгоды понял что такое лицеприятие ну расскажи пример приведи не будь привязанным к какому-то что такое предвзятость не будь привязанным к какому-то человеку выше тебя или как да не выше тебя предпочтение одного человека на другую я вот сын например у меня я его повкуснее пирожок а ты приемный тебе и так сойдет вот это и есть лицеприятие предвзятость то есть или пристрастное отношение к нему еще вот предпочтение одного человека другого другого да а здесь в чем нам говорит Серафов где тут не будь лицеприятен против души твоей и не стыдись ко вреду твоему что значит не будь лицеприятен против души твоей так это Серахов 4 глава 26 их как ты понял это место сейчас прочитаю вот ветхий завед и и и Голову сломаешь, мне бы что попроще Сам такой вопрос задал Сейчас будем читать Так, какой стих? 26 А тут стих как раз толкования нет Я не знаю, что значит не будет лицеприятен против души твоей Не предпочитай чего-то больше, чем спасение души Не делай себе кумира Так вот еще Господь Главное это душу спасти А не жизнь, понял? Вот смысл Я так понимаю Все Перекрестись, поблагодари Бога Слава тебе Боже нашу Слава тебе